Друзья, в этом видео мы с вами изучим 5 способов, как говорить про прошлое на английском языке. Значит, первые 4 это формы времен английского глагола. Past simple, прошедшее простое. Past continuous, прошедшее продолженное. Past perfect, прошедшее совершенное. И past perfect continuous, прошедшее совершенное, продолженное. И также мы еще разберем две конструкции. Used to и would. Вы смотрите канал English. Are you ready, guys? Let's start. Первое. Простое прошедшее время. Past simple. Сразу запомните, что примерно 90% всех предложений, которые вы говорите про прошлое, это и есть past simple. Простое прошедшее время глагола. Что нужно про него знать? Ну, конечно же, как оно образуется. И здесь все на самом деле очень просто. Если глагол правильный, мы добавляем окончание ed. И все, это очень просто. Но если глагол неправильный, нам нужна уже вторая форма. Где смотреть эти неправильные глаголы и формы, вы знаете. Существуют таблицы с неправильными глаголами. Вот вторая колонка, второй столбик, это и есть то, что нам нужно в past simple. Все очень просто. Несколько примеров. Mary helped her brother with his homework yesterday. Вчера Мэри помогла своему брату с домашним заданием. Глагол help правильный, поэтому мы просто добавили окончание ed. Второе предложение. Sam bought a new car last month. Sam купил новую машину в прошлом месяце. Глагол to buy покупать неправильный, поэтому мы использовали вторую форму. Чтобы задать вопрос или сделать отрицание, нам потребуется вспомогательный глагол did. При вопросе мы его ставим на первое место, то есть начинаем с did. А при отрицании мы добавляем к did частичку not. Получается did not или didn't. И запомните, что если у вас есть вспомогательный did, то уже основной глагол не меняется. Никакие окончания, вторые формы уже не нужны. Давайте посмотрим на примеры. Did Martin want to be an artist when he was a child? В детстве Мартин хотел стать художником? Мы использовали did и глагол want в начальной форме. Did you work hard last month? Ты много или усердно работал в прошлом месяце? То же самое. На первом месте у нас did, а потом глагол work в начальной форме. Два примера на отрицание. He didn't want to go to the party last week. Он не хотел идти на вечеринку на прошлой неделе. У нас есть didn't и глагол want в начальной форме. They didn't spend much money. Они не потратили много денег. То же самое. У нас есть помощник didn't и spent, глагол в начальной форме. Теперь, когда же используется простое прошедшее время? Есть три основных случая. Действия, которые происходили и завершились в прошлом. Jack invited me to his birthday two days ago. Jack пригласил меня на свой день рождения два дня назад. Второй случай. Действия, которые происходили одно за другим в прошлом. Martin stood up, switched off the TV, and came up to the window. Мартин встал, выключил телевизор и подошел к окну. И третий случай. Повторяющиеся действия в прошлом. When we were students, we often rode our bikes to the university. Когда мы были студентами, мы часто ездили в университет на велосипедах. И что еще нужно знать про простое прошедшее время? Это, конечно же, слова-маркеры. То есть слова, которые помогают вам понять, что именно в этом случае, скорее всего, нужно использовать именно past simple. Многие из них вы знаете. Yesterday. Вчера Three days ago Три дня назад Two years ago Два года назад A long time ago Давно The other day На днях Last week На прошлой неделе Last month В прошлом месяце Last summer Прошлым летом In 2019 В 2019 году In the past В прошлом I started learning English two years ago Я начал учить английский два года назад In the past He lived in a small town Before moving to the city В прошлом он жил в маленьком городке, а потом переехал в большой город Друзья И отдельно напомню, как себя ведет глагол to be в прошедшем времени Если в настоящем у него три формы Am, is, are То в прошедшем всего две Was для единственного числа И were для множественного They were so happy yesterday Вчера они были так счастливы Или вчера они были очень счастливы She was in her room two hours ago Она была у себя в комнате два часа назад И, кстати, запомните, что Оборот there is there are В прошлом времени Превращается в there was, there were Да, все просто Это, по сути, тоже глагол to be There was или there were There were so many people at the party На вечеринке было так много людей Друзья, тема прошедшей формы английского глагола довольно непростая, объемная, с множеством нюансов и исключений Именно поэтому, чтобы вам было проще ее осваивать, я приготовил специальную страничку и шпаргалки для более такого визуального, наглядного и простого освоения материала Вы можете спокойно в своем темпе изучить весь этот материал Ознакомиться с примерами И даже в конце пройти тест На закрепление темы Так вы точно сможете проверить, что да, я все усвоил Или нет, нужно еще поработать С этими формами Вы можете скачать шпаргалку на компьютере Или на телефон Или даже, может быть, распечатать Таким образом, она всегда будет у вас под рукой И вы сможете в любой момент вернуться к этому материалу И повторить, что вы подзабыли К тому же, шпаргалка оформлена в виде очень классных таблиц Как я уже сказал, визуальный материал всегда осваивать проще, нежели на слух Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео и скачивайте шпаргалку Ребята, дальше у нас used to Очень странная фраза Вы скажете, так, стой, это же глагол use использовать Нет, друзья Use to use Это использовать А фразочка used to переводится как раньше Да, вы раньше чем-то занимались, а потом перестали Используйте used to И это всегда прошедшее время Давайте посмотрим на примеры I used to work late Раньше я работал допоздна И такой нюанс Used to используется для тех действий, которые вы регулярно выполняли в прошлом То есть многократно Если же вы что-то делали разово, так скажем То это уже будет просто обычный past simple Давайте сравним Mary watched Или Mary used to watch Disney cartoons as a kid В детстве Мэри смотрела диснеевские мультфильмы То есть можно, в принципе, и так, и так использовать Потому что это было регулярное действие Но He finished working on his new book last week На прошлой неделе он закончил работу над своей новой книгой Почему здесь past simple? Потому что это неповторяющиеся действия Он раз и закончил Это однократное действие И помните, что фраза used to Это всегда past simple Поэтому при вопросе там нужен did А при отрицании didn't We didn't used to live together when we were young В молодости мы не жили вместе Did he used to play computer games as a kid? В детстве он играл в компьютерные игры? И, кстати, раз мы говорим про used to Порой в английском языке вместо used to В примерно таком же значении Используется глагол would Да, would это не только бы Это еще то же самое, как used to Это значит раньше Раньше вы что-то делали I would always choose the same book Every time I went to that bookstore Каждый раз, когда я приходил в этот книжный магазин Я выбирал одну и ту же книгу Глагол would в данном значении используется Как и used to Для регулярных повторяющихся действий в прошлом Не для разовых, не для однократных действий Запомните Каждый вечер мой старший брат рассказывал мне забавные анекдоты И такой еще интересный нюанс В отличие от past simple и used to Глагол would в этом значении Нельзя использовать с глаголами состояние Когда я жил у бабушки с дедушкой У них на ферме были утки и куры И еще один пример на отрицание Обычно она не ела острую пищу Но потом ее привычки поменялись Друзья, дальше идет у нас Другая форма глагола Past continuous Это прошедшая продолженная форма Когда мы ее используем? Есть четыре случая Но сначала как она образуется? Все просто У нас есть вспомогательный глагол Was либо were Плюс основной глагол с окончанием ing Запомнили? Все очень просто Теперь давайте пройдемся по случаям использования Первое Мы используем past continuous Чтобы сказать про действия Которые происходили в определенный момент в прошлом Вчера в пять часов вечера Ее дочь делала домашнее задание Второй случай Длительное действие в прошлом Которое было прервано другим действием в прошлом Джесс готовил обед Когда кто-то постучал в дверь Третий случай Два или более одновременно Происходивших действия в прошлом Мой брат играл в компьютерные игры А мама смотрела сериал То есть действия происходили одновременно И четвертое Past continuous используется для Описания обстановки и атмосферы В какой-то истории или рассказе Допустим Солнце садилось вдали Заливая теплым светом Безмятежную сельскую местность А легкий ветерок обдувал деревья Чтобы задать вопрос Мы ставим was или were на первое место А чтобы сделать отрицание Not добавляется к тем же was или were Получается wasn't или weren't Когда они были у Молли То помогали друг другу делать домашнее задание? Он даже не пытался помочь мне Когда я просил его совета Очень часто в предложениях Где есть past continuous Мы встречаем следующие слова маркера At this time yesterday В это время вчера At that moment В тот момент Yesterday at 6pm Вчера в 6 часов вечера At 10 o'clock last night Вчера в 10 вечера From Till С До The whole evening Весь вечер All day long Весь день While Пока В то время как At the same time В то же время The whole evening We were enjoying a delightful picnic By the lake Весь вечер мы наслаждались Восхитительным пикником у озера Ребята, запомните такой момент Что не все глаголы Можно использовать в past continuous Как и в present continuous Глаголы умственной деятельности Чувств, восприятия Они не используются С окончанием ing Например Love Hate Want Like See Hear Sim Know Believe Remember Have Own Belong Be Contain Need И так далее Все эти глаголы Не используются Во времена группы Continuous Далее у нас идет Past perfect Прошедшее совершенное время Такая подсказка Я называю его Самым прошлым временем Английского глагола Почему? Такая ситуация Представьте Вы вчера Закончили работать В шесть часов Да, это действие прошлого В шесть часов Вы закончили работать А еще раньше Скажем, днем Вы сделали презентацию Перед, скажем, начальником Так вот Вы сделали презентацию А потом закончили работать Вы как бы успели ее сделать До конца рабочего дня Это и есть Past perfect Понимаете? Это самое прошедшее действие То, что вы сделали До чего-то другого В прошлом Вот к шести Вы уже сделали презентацию Это Past perfect Когда оно используется? По сути Два случая Два события Произошли в прошлом Но одно из них Случилось раньше После окончания фильма Мы пошли в ресторан То есть сначала Фильм закончился Это Past perfect А потом мы пошли в ресторан Это обычный Past simple Второй случай Действие произошло До определенного момента В прошлом К концу прошлого месяца Мы закончили все наши проекты То есть есть прошлый месяц Конец прошлого месяца И к этому моменту Мы уже закончили наши проекты Очень часто В Past perfect Используется союз Before До чего-то Например She had already cleaned the apartment Before the guests arrived До прихода гостей Она уже убрала квартиру Как образуется это время? Все очень просто Сумогательный глагол Had Всегда had И глагол с окончанием Иди Если он правильный Либо третья форма Если он неправильный При вопросе у нас had на первом месте При отрицании у нас hadn't То есть had плюс частичка not Она была разочарована Потому что не получила предложения о работе До переезда в Париж Твой брат изучал французский язык? И слова-маркеры Которые чаще всего встречаются В предложениях с past perfect Их не так уж и много Before до того как Never before Никогда раньше After После После того как No sooner Не ранее Hardly И два By the By the time К тому времени Или например By three o'clock К трем часам Или By nine p.m. К девяти вечера Ребята И последняя форма Это past perfect continuous Прошедшее Совершенное Продолженное По сути это как past perfect Одно завершилось до другого действия Но вот это раннее действие Самое раннее Оно еще и длилось некоторое время Да, вот такая замысловатая конструкция Но тем не менее Довольно несложная Хоть и редкая Когда она используется? Всего лишь несколько случаев Продолжительное действие в прошлом Которое случилось Перед другим действием в прошлом They had been going out for two years Before they finally got married Они встречались в течение двух лет Прежде чем наконец поженились Второй случай Действие которое длилось Какое-то время в прошлом И результат которого Можно было увидеть тоже в прошлом His hands were dirty Because he had been fixing his car У него грязные руки Потому что он чинил машину Как образуется Два вспомогательных глагола Had и been Всегда had been И основной глагол С окончанием ing И тоже помните Что не все глаголы Можно использовать в Perfect Continuous Как и в обычном Continuous Глаголы Устной деятельности И чувство сприятия В Continuous не используются При вопросе Мы поставим Head на первое место При отрицании Мы сделаем Hadn't То есть как Past Perfect Все очень-очень просто The kids hadn't been going outside Until they recovered Дети не выходили на улицу Пока не выздоровели Had they been waiting For a long time Before the bus arrived Долго ли они ждали Прежде чем пришел автобус И типичные слова-маркеры Которые встречаются В Past Perfect Continuous Это For three hours В течение трех часов For twenty minutes В течение двадцати минут For some time Некоторое время Since С какого-то момента Before Перед тем как До того как By К какому-то времени Или моменту After После того как Ребята пишите в комментариях Как вам тема Прошедшие формы Английского глагола На самом деле Очень непростая Есть нюансы Но тем не менее Если вы знаете Present То Past Уже довольно легко Усваивается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok